Здравствуйте, дорогие земляки! Раздаётся очень много вопросов и в прямых эфирах, которые проводит наша молодёжь сегодня, и в различных сетях. Многие спрашивают о том, куда подевался нам сын Манжиев после выборов, почему молчит, почему не даёт оценку событиям, происходящим в республике. И вот на несколько вопросов, которые там звучат, я хочу ответить сегодня. Накануне митинга, который проводится 13-го числа, в воскресенье, в 12 часов, на площади Победы. Почему молчал? Потому что, ну, выборы закончились. Я, как один из претендентов на должность главы республики, был недопущен к выборам. По каким причинам, вы знаете. И для себя я решил, что какое-то количество людей проголосовало за Бату Хасикова. И я, наверное, должен был некоторый период молчания устроить себе. И я его устроил. Посчитал нужным до марта месяца не оценивать какие-либо события, происходящие в республике, присматриваться. Хотя для меня перспектива сегодняшней администрации, она понятна. Я понимаю, с какой задачей эти люди пришли и что они будут пытаться делать. Я понимаю их возможности и примерно с большой точностью могу предположить, каких результатов они добьются. Поэтому для меня это все не особо интересно. Вот. И я решил действительно молчать. Вот. Но сегодняшние события, которые происходят, они меня заставляют и вынуждают высказать свою оценку. И тем более народ этого требует. Ну, кроме этого, у меня были какие-то личные события. Вот. 28-29 сентября мы с семьей собрались дети, племянники, проживающие в Москве. Мы отметили 40 лет со дня, когда мы с супругой создали семью. И поэтому для меня это, конечно, очень важная дата. И многие говорят, ну как же ты там мог бы наметить на другую дату. Знаете, я наметил эту дату 40 лет назад. Поэтому ни отменить, ни переложить ее невозможно было, даже если были бы более крутые события. Вот. Ну и еще какие-то, еще были события, кстати, такого печального характера. Но тем не менее. Вот. Поэтому они мне не дали возможность присутствовать на митинге. Вот. И сегодня еще один момент, который меня вынуждает говорить, это вот наши администрации, люди близкие к ним, утверждают, да и в сетях это звучит, утверждают, что я причастен к волнениям молодежи, якобы являюсь одним из дирижеров. На самом деле это не так. Я пояснил почему. И, конечно, там участвуют люди, которые мне помогали из молодежи. Прежде всего, это Сотомонов и Саналубушиев. Но они участвуют и по доброй воле. Никаких указаний, никаких методичек, разработок я им не предоставлял и никаких команд не выдавал. Они участвуют по своей воле, по своим соображениям, которые они имеют на жизнь в республике, и на собственную жизнь, и собственные мечты. О том, как они должны жить в Калмыкии, и как должна быть жизнь устроена. Поэтому никакого влияния я не оказывал. А сегодня, конечно, я вливаюсь в этот процесс. Почему? Потому что оставаться в стороне просто даже некрасиво. Хотя они говорят, что старики нам не нужны. Мы сами все знаем. Но, тем не менее, я думаю, они столкнутся с моментами, в которых мы понадобимся. И мы это понимаем. И это наша молодежь, от которой мы и отказаться не имеем права, и с которой мы все равно должны быть едины. Что касается самого вот этого события, назначения Трапезникова мэром Листы, или как там, главой администрации Листы, исполняющим обязанности, конечно, я категорически против такого назначения. Потому что, прежде всего, сама фигура, она очень противоречивая. Она имеет плохую репутацию. С другой стороны, когда все лето звучало, что я вор и жулик, и Бату Сергеевич высказывался моим знакомым о том, что да, эти сведения имеют место быть, за нам сыром плохой шлейф. Когда он о земляке так судит, это вроде бы как суждение правильное с его стороны. Но когда он не доверяет той информации, которая сегодня в интернете идет по Трапезникову, то мне совершенно непонятно, как можно человеку из ДНР доверяться, и как можно не верить той информации, которая о нем говорится. То есть тут надо как-то определиться, вы верите интернетной информации или не верите, или вы ее анализируете, или нет. И дальше, что сам касается его, как управленца, той истории, которую придумали о нем, конечно, наводит на мысль информацию о его трех или четырех дипломах, о его военном образовании, о его участии в военных операциях. И история, которая создана как антикризисного управляющего Трапезниковым или его окружением. Это все, конечно, выглядит просто отвратительно. Доверять такой информации невозможно, потому что не сходится ни в датах, ни в наименованиях, ни в событиях и так далее. То, что он якобы разработал программу, как можно за два месяца разработать программу перспективного развития города. И я слушал его пресс-конференцию полчаса, потом меня, правда, оторвали дела, я хотел дослушать до конца, но из того получаса разговоров, из тех фотографий, которые... Это первое его интервью. А второе выступление его в зале заседания по этому же вопросу, я посмотрел фотографии, он стоит на трибуне, выступает, а за его спиной голый занавес. То есть, как можно говорить о перспективе столицы республики, не имея ни одной таблицы, ни разбивки по годам финансирования, ни разбивки по годам результатов, ни силы, мощностей привлеченных и так далее. То есть, все это требует каких-то графиков, каких-то диаграмм, таблиц, то есть, море информации, которую нужно людям показывать, а не на словах и на пальцах. Поэтому это, конечно, такая презентация, она несерьезная сама по себе, и любой более или менее мыслящий человек скажет, это просто какой-то прогон, человек нас загружает. Мы видели таких фантазеров, мы 26 лет наблюдали одного фантазера, потом другого, которые рассказывали сказки бесконечные о том, что мы будем жить в Кувейте и так далее, о водопроводах, о водохранилищах, о райской жизни в Калмыкии. Все это мы проходили, и тем не менее, мне противно было смотреть, когда все официальные лица, практически все управленцы республики с очень серьезным видом внимательно слушают какого-то, ну, будем говорить, там, человека ниже среднего уровня. И по образованности, и по опыту, и так далее. Поэтому даже вот говорить и обсуждать мне, например, это противно. Поэтому принимать такого фрукта в качестве главы города, это, ну, ни в какие ворота не влазит. Поэтому и не надо здесь стесняться в том, что нас называют там националистами, пусть называют как угодно. Сам, сама Россия так устроена, что в ней она состоит из национальных республик, там, республика Чечня, Чеченская республика, или республика Ингушетия, республика Татарстан, республика Калмыкия. Также есть национальная круга, есть просто области и края, которые называются просто по названиям столиц и крупных городов, которые являются столицей, там, Челябинская область со столицей в Челябинске, Краснодарский край со столицей в Краснодаре. Поэтому само уже это деление предполагает, что существуют национальные республики, у них такой статус. И раз эта республика называется Калмыкия, и столица этой республики Листа, конечно же, первым лицом столицы прежде всего должен являться человек калмыцкой национальности. И я даже этого не стесняюсь и не комплексую по этому поводу. И первым лицом республики тоже должен быть Калмык. И в этом нет никакого национализма. Мы здесь сотни лет живем с русскими, и у нас нет никакого абсолютно деления по национальности, и многие ответственные должности занимают у нас русские люди. Но это люди, которые здесь живут давно, мы их знаем, но такого фрукта, как трапезников, мы знаем, не знаем, как алистинцы, мы не знаем, как жителя республики, и знать не хотим человека с такой репутацией. Поэтому я считаю, что все это молодежь возмутилась правильно, и я ее поддерживаю в этом плане. Ну вот по протестам и встречам, которые происходили наших молодых, как их назвать, это очень сознательные, патриотичные люди, и они мне нравятся, и радуюсь тому, что такой процесс происходит, наконец-то. Я лично его долго ждал, и всегда думал, когда такой момент настанет. чиновники, вместо того, чтобы послушать ребят, тут есть три варианта. Выслушай и сделай так, как ты решил. Второе, сделай, раз ты уже сделал поступок, то ты обсуди это с лидерами своей республики, и измени свое решение, если тебя убедили в том, что оно неправильное. Либо третий вариант, придите к какому-то согласованному решению обеих сторон. Но мы видим, что продавливается тот вариант, который они с самого начала провозгласили, и на нем настаивают, не считаясь со здравой оценкой. Вполне здравой. Молодежь высказывает абсолютно здравую оценку. Вот именно этому событию. Поэтому, раз она здравая, нужно принимать сторону, либо вырабатывать третью, либо третий вариант принимать. Но первое уже явно не годится. И настаивать на нем, это означает не слышать объективных мнений, а значит ошибаться. поэтому я считаю, что глава республики в этом плане ошибается. Какими там лозунгами бы это не прикрывалось, что это либо указание сверху, либо за трапезниковым стоят какие-то влиятельные лица, которые могут помочь республике финансированием и так далее. Вот лучше, чем мы, никто другой помочь нам не может. это калмыкам и жителям калмыки надо усвоить. Только мы должны понять, что если мы не уважаем себя, то нас никто не будет уважать. Если мы не можем обустроить собственную жизнь, то мы никому не нужны. Никто не будет за нас обустраивать республику. Мы должны сами научиться ответственно работать, хорошо думать, хорошо выстраивать свою работу для того, чтобы нам было комфортно жить в республике. И обманываться здесь тоже нельзя. Это 100%. Поэтому те деньги, которые положено давать России для калмыки, они должны выделяться в виде субсидий на образование, на здравоохранение. Они само собой будут выделяться. Потому что закон это устанавливает. И других вариантов тут нет. Поэтому все остальное мы должны делать сами. И пока мы не научимся это делать, но прежде всего не осознаем, что это нужно, должны делать только мы, никакого продвижения, улучшения ситуации не будет. это мое мнение и оно подтверждается уже десятилетиями, когда мы верим сказкам, верим каким-то обещаниям, верим каким-то голословным и неподтвержденным объяснением, проектом, проектом подобным вот этого трапезникова. Мы развесили уши и 20 лет слушали всякое и мы жили до этого еще в неразберихе с переменной информацией, поэтому мы люди, прошедшие уже все, мы должны сделать наконец правильные выводы, я считаю. И значит то, что меня обвиняют в том, что я участвую в этих событиях, я вернусь к этому, ну не надо делать из меня монстра, я не настолько силен и не настолько широки мои возможности и человеческие и ресурсные, не настолько они широки, чтобы я тут регулировал все, поэтому надо признать, что этот протест родился в среде молодежи, а именно ей дальше обустраивать республику, а не нам. мы уже прожили свое, поэтому тут надо не искать зачинщиков, не искать каких-то заказчиков, а нужно просто разбираться в этих проблемах, но мы, я, например, вижу, отвечая на вопрос, вообще какая перспектива у нас в республике с приходом нового главы, для меня это было понятно изначально, что никого ожидать не стоит, который способен и придет с такой задачи улучшать жизнь жителей Калмыкии, и поэтому я и принял решение об участии в выборах, и кто ставит такие задачи, как это осуществляется, для меня все это тоже понятно, но случилось то, что случилось, поэтому и мы имели последний шанс вообще как бы решить развитие республики направить в положительную сторону, и на сегодня вот с теми управленцами, которые пришли к власти, я считаю, что вот в таком наборе, и считаю, что это будет топтание на месте, более того, я думаю, будет это дальнейшее угасание в республике, почему, потому что полгода до выборов мы видим сделанные там 20-25 шагов, которые мне лично говорят о том, что конструктива нет, мысли нет, перспективы не будет, это связано и с теми моментами, которые они могли спокойно убрать муниципальный фильтр, сделать выборы честными, это прежде всего, но этого не было сделано, дальше, значит, приехали технологи, которые начали раздирать общество, и вот это мезит знаменитая с ее высказываниями, да, ну, если ты на свою землю привез таких людей, и ставишь такие задачи, это для меня, это ну, просто объяснение не требует, никто не должен здесь житель Калмыкии против своих соплеменников устраивать вот такие войны информационные, это низко, это недостойно вообще, я считаю, что такого человеческого общежития, и те ошибки, которые были сделаны, привоз в правительство Зайцевых, Шварцманов, людей, которые не имеют никакого опыта абсолютной работы в государственном управлении, и я об этом вопросы задавал лично Зайцеву, и до сегодняшнего дня я уверен, что ничего не получается и не получится, и те золотые парашюты, которые вот правительство это принимает, одно из первых своих решений в виде установления вот этих надбавок к пенсиям чиновникам, причем деньги находят быстро, без никакого обоснования, я спросил на комиссии, а есть ли вообще цифра, сколько чиновников существует, которые могут претендовать на эти надбавки, цифры никто не привел, списки тоже, и оценки были предварительные, там в 25 миллионов, а по нашим оценкам это более 40 миллионов в год, и так далее, это протекция своих людей в управлении городом, в управлении республикой, то есть это то скумовство, с которым мы боремся, та коррупция, которая нам уже просто обрыдла, и от нее надо избавляться, сегодня говорят нам, что мы объявляем войну кланам, тут не надо говорить о кланах Бурулова, о кланах Шалхакова, еще кого-то, были у нас всего два клана, период правления Илюмжинова, это клан Илюмжинова, он набирал людей, близких ему по духу, и расставлял по должностям, и в районах, и в городе, и в целом в республике, также был клан Орлова, тоже, и говорить о том, что управленцы там на Хашкиев, еще кто-то не справился, не справился Илюмжинов, не справился Орлов, сегодня устанавливается клан Хасикова, мы это видим, приходит его брат, приходит его сват, приходят его близкие люди к управлению нашим обществом, создается новый клан на наших глазах, а с лозунгом борьбы против кланов, о каких кланах разговор идет, вот сегодня разговор идет о создании, я считаю, нового клана, поэтому, ну, называйте вещи своими именами, конечно, единственным методом, вот, Бату Сергеевич, и обращаясь к вам, единственным методом борьбы с кланом является честные выборы, их надо устраивать повсеместно, все выборы глав районов, все выборы глав муниципалитетов в целом, и главы республики должны быть честными, открытыми абсолютно, без всяких подтасовок, и это должно обеспечивать глава со своей администрацией, и со своим правительством, а там уже люди пусть выбирают, пусть они ошибутся, предусмотреть нужно отзыв глав, и делать новые выборы, и вот в процессе обсуждения кандидатур, в процессе их выдвижения, в процессе ознакомления программ, будут рождаться нормальные лидеры, которые будут претендовать на должность глав районов, и тогда вас никто не обвинит, что вы протежировали этого человека, а сегодня вы поставили Крылова в Черноземельском районе, сегодня вы поставили Трапезникова исполняющим обязанности, завтра вы будете ставить в Киченеровском районе, в Городовиковском и так далее, поэтому неизбежны ошибки, и вы будете виной этих ошибок, никто другой. Ни Зайцевых, ни Шварцманов здесь не будет, останется один Хасиков Бату Сергеевич, который будет отвечать за все ошибки и за все результаты, положительные или отрицательные, поэтому прислушайтесь к тому, чтобы сделать управление объективным и действительно пусть жители выбирают себе руководителей и в конце концов мы научимся выбирать, потому что мы здесь живем, мы знаем, кто на что способен, кто как мыслит, кто как работает, от кого произошел, кто его родители и кто его деды и прадеды, на что он вообще может рассчитывать и физически, и морально, каков его моральный портрет будущего руководителя, это все известно жителям районов, городов, поэтому они могут в конце концов избрать руководителей и тогда этот руководитель будет отвечать перед народом и народ будет с него спрашивать. И вас никто не обвинит в том, что вы порекомендовали вот такого человека и ошиблись в нем. Ошибки неизбежны. Вы, во-первых, не знаете людей в республике и ваша команда, которая пришла, не знает республику, не знает людей. Положитесь на объективные выборы. Этот процесс вас спасет. Поэтому я в любом случае, конечно, желаю удачи новым нашим управленцам. Почему? Потому что я ничего не хочу плохого для республики, для ее жителей. Ну, а молодежь права сегодня, она имеет собственное мнение и хочет на нем настоять. И не дай бог, конечно, если вы примените против нее силу, тогда вам придется уезжать из республики. Или люди уедут из нее. Но вот тоже тут остается только первое и второе. Ваш выбор, господин глава, и сделайте все по-умному. Не надо упираться. Это не поединок на ринге, где нужно любым образом добить соперника, победить. Не надо побеждать свой народ. Нужно победить именно то, нужно победить плохую жизнь. Всего хорошего. Спасибо, что послушали меня. Если какие-то есть вопросы, задавайте их, пишите на сайт. Я думаю, что через некоторое время я буду выходить тоже в эфир в инстаграме. Буду видеть ваши живые вопросы и отвечать на них. Для меня это не составляет труда, потому что подготовка есть соответствующая. Всего доброго, всем до свидания. до доброго, до доброго, до доброго, Продолжение следует...